Да, я сразу скажу, что мы эти дела проводим бесплатно, из-за того, что глубоко возмущена вот такой, ну, позицией, которая у нас, или ситуацией, которая у нас сложилась. Это не беда Николаева, это беда всего города. Сегодня стоит вопрос в том, что закроют эти школы и лечебные учреждения. И завтра, фактически, будем так говорить, какие-то есть попытки решить проблемы за счет или посредством суда. Потому что завтра, если с горем пополам, с учетом того, что привлеклась пресса, уже пошло все, это резонанс пошел, где-то суды будут принимать решения. По-моему, насколько я помню, я уже слышала, что одно решение и принято, закрытие школы. И в данной ситуации вопрос будет стоять как? Вот эти школы сейчас, да, они потухами пытаются что-то сделать. Сами эти директора, сами там, что, Горано пытается, хотя у меня вот конкретно по 17-й школе, у меня куча документов, мы их просто не приобщали в суд, что это все шло из года в год. И Горано ставило вопрос о финансировании пожарной безопасности. Просто никто на это не обращал внимания. И по большому счету, здесь один, единственный виновный. Это, это наша миссия во Влада. Миссия Рада, я друга не вижу. В связи с этим вы хотите привлекать как третий? Да, да, мы поставили вопрос сегодня, привлечь в качестве третьего лица городской совет. Ну, хорошо, примут решение, что у нее там, ну, в любой школе там нету вот этих гидрантов, что-то. Для этого нужны деньги. Деньги. Только 25 тысяч стоит заказать проектно-смертную документацию. Да. Где директор школы возьмет эти деньги? Где возьмет эти деньги Горано? Они за счет какого-то другого финансирования это сделают? Не могут сделать. А потому что это будет уже нарушение бюджетного кодекса. То есть у нас и так, и так, что Горано, что школа сейчас заложники ситуации. Выделят им финансирование городской совет, значит, это будет сделано. Сегодня, если устранят, даст Бог, что действительно пошел рывок, видите, уже 20 миллионов на эти несчастные 7 учебных заведений выделили. А завтра пожарники проверят остальные школы. И вся проблема в том, что это будет то же самое. Потому что денег нету. Тогда можно вообще ставить. Хотя я сразу скажу, я участников не виню. Люди делают свою работу. И все. В данной ситуации, опять же, это городской совет. Тот, кто не сцена вклад. Иншого я не скажу. Самое страшное, я же говорю, завтра станет такой вопрос о других школах, о других садиках. Я более чем уверена, что нарушения найдут везде. Потому что финансирования недостаточно. Вы сами это знаете и, наверное, знаете. Не хуже меня. Ну да. Просто хотелось бы, чтобы как-то это было. И суд в данной ситуации тоже заложник ситуации. Если взять четко по закону, суд должен задовольняться по закону. Потому что порушения есть. Есть, да. И их никуда не динешь. И никто не возьмет на себя таку ответственность сказать, что нет, не треба. А завтра, не дай бог, будет то, что в Одессе. Так, шум.